Здравствуйте, ребята! Сегодня поговорим о том, как выбрать БУ-видеокарту. Рассмотрим вот эту карточку у нас. Ну, она старая, просто на ней посмотрим. Что я могу сказать вам сразу же? Когда вы покупаете БУ-видеокарты, первое, что вам надо сделать, это хорошо сторговаться с продавцом, заставить его скинуть до самой последней копейки. Даже ту сумму, за которую он не хочет вам и давать, чтобы заставить его это сдать. Если он продает за 250, уговорите его за 200 баксов. Ну, максимум за 210, да, потому что он сейчас выходит из майнинга только из-за того, что, например, он зашел, может быть, на пампе и сейчас не такой выгодный майнинг, и он думает, ну, типа, давай я сейчас выйду и ничего не потеряю, и так продам эту карточку. Но не тут-то было. Мы тут не для того, чтобы покупать карты по самой большой цене. Мы тут для того, чтобы покупать карты по самой дешевой цене, и чтобы они бы у нас работали на 100%. Сейчас я сегодня вам объясню, как это делать. Каждый из продавцов будет вам вешать чушь, что, например, я купил RX 4 570, 470, 580, там, и я никогда их не использовал для майнинга, я просто играл с на них. Это все чушь, потому что все RX на них столько и не играют, а все на них майнят, да. Да, может быть, он на них когда-нибудь и играл, но эти карты предназначены для майнинга, и все на них майнят. Второе. Если, например, то же самое он может вам втирать на счет GTX в 1063 гигабайтах, и тут мы тоже ему не верим, потому что эти карты тоже для майнинга. Так же, как и все, да, может быть, на 1080, 1080 Ti он, правда, не майнил, а просто играл, или на 1070, но мы ему не верим. Третье. Если, например, продавец говорит, что этой карточке всего один месяц, как я ее купил, и чека нету, ничего нету, и этой карте месяц я ее привез из Америки, да. В этом случае смело прибавляем еще 6 месяцев к этой карточке, потому что, по-любому, все продавцы, они обманщики. Это все знают. Поэтому мы уже знаем, что, например, если он говорит месяц, то где-то 6 месяцев. Но если продавец, например, совестный, да, он тебе скажет, что, да, карточка в майнинге, например, 7-8 месяцев. Такие цифры, да, можно поверить, да, без проблем. Но если они обманывают, что всего лишь один или два месяца, то это чушь и брехня и вранье. Всегда договариваемся с продавцами насчет гарантии, чтобы они бы давали нам гарантию. Не просто так бы, чтобы, типа, ну вот, проверили у него дома, привезли к себе домой и все, да. А так, чтобы он давал бы вам гарантию хотя бы пару дней, ну, хотя бы минимум одни сутки, чтобы за эти сутки бы это все проверить. Договоритесь так, что если какое-то, что-то случится с карточкой, там, например, ну, какой-то баг выскочит или что-то, то вы им отнесете эту карту и они вам вернут деньги. Чтобы не было потом бы ни у него претензий, ни у вас. В течение суток без проблем на это соглашаются все. Я не знаю, как у вас, но у нас в Грузии так принято, что дают от 24 часов, например, до недели, да, смотря какой продавец и смотря, как он верен в своей карточке, да. И вот весь этот смысл в том, чтобы попросить у него гарантию. Да, еще будет хорошо, если он покупал карточку, попросить у него чек, например, и гарантийку на эту карту, чтобы узнать точно, сколько этой карточки в месяцах и чтобы у вас была бы гарантийка, если она такая имеется, да. Об этом тоже не забываем. Еще один пункт, это то, что всегда покупаем карточки с коробками, потому что нам с коробкой будет продать легче, чем без коробки. Если он продает ее без коробки, то за это тоже сбрасываем ему цену, потому что нет коробки, нет еще 22 баксов сверху, как минимум. Потому что нам потом тоже затруднится ее продать, когда мы захотим ее без коробки. А с коробочкой она уйдет быстренько. Вот это тоже один из лайфхаков. Обращаем внимание на мелочи, на любую мелочь, связанную с этой картой. Смотрим ее, рассматриваем детальнейше. Сейчас я вам покажу, как надо осматривать карту. Ну что, ребята, давайте посмотрим на примере вот этой старой карточки, как выбирать нам, например, БУ-карточку и на что обращать внимание. В первую очередь смотрим на саму карту. Осматриваем ее визуально, да, чтобы нигде не было бы, например, тут следов пайки, да, там, или что-то в этом роде, да. Потому что если здесь на ней будут следы пайки, значит это все уже, можно ее сразу же выбрасывать, да. И смысла нету не в этой карточке. Ну, может не сразу же, но через какое-то время она даст о себе знать. Дальше, на что мы еще смотрим, ребят, на что мы еще смотрим? То, что вот здесь, посмотрите, вот эти штучки должны все тут присутствовать. Потому что иногда, когда кто-то их снимает карточку, они могут их зацепить, и вот эти, значит, отваливаются, и тогда все в карте тоже конец. Смотрим на состояние вот этого шлейфа, ну и на все тогда. Смотрим на присутствие вот этих всех бирок. И вот на примере вот этой карточки, да, что мы сейчас видим, ребята, то, что на ней не присутствует ни одной пломбы, да. Хотя на ней была пломба, и я сам скрывал эту пломбу, чтобы разобрать и поменять термопасту. Значит, эта карта уже была разобрана. Если карта разобрана, на нее цена тоже сразу же падает. Может быть, ну не в два раза, но на приличную такую сумму. Так что, если нету пломбы, да, в этом случае мы занижаем цену у продавца. Пытаемся ее занесить очень хорошенько, да. То, что нет пломбы, значит, карта открытая и так далее, да. Если он даже просто менял термопасту, все равно. Еще что. На некоторых картах, например, не присутствует этих пломб. Это тоже мы должны учесть. Смотрим визуально на всю карточку. Чистая она или нет, и как она содержалась. Например, вот здесь, да, на моей этой карточке, вот здесь есть, посмотрите, есть ржавчина уже видна. То есть, карта старая и так далее, да. И здесь такие штучки будут на ней, то тоже можно сбросить цену. Но продавец подготовится и сделает так, чтобы карточка у вас бы сверкала бы, да. Если вот карточка будет вон там внутри, если вы не увидите пыли, да, вот тут, вот за радиатором, да, там, внутри, посередине, что это может значить, да. Значит, карточка была разобрана. И если даже у нее есть пломба, может, пломбу сняли нормально. Значит, карточка была разобрана, в большинстве случаев может это быть так. И из-за того, что она разобрана, он ее очень хорошенько прочистил, и потом просто поставил пломбу сверху. Вот на это тоже обращаем. Дальше берем карточку, вот так ставим, и начинаем крутить кулера. Видите, этот быстрее останавливается, этот медленнее. Значит, с этим кулером какая-то проблема. И на самом деле у этого кулера есть проблема, он тормозит, он не работает хорошо. Потом смотрим вот так на кулер, не болтается ли он и так далее, да. Это тоже обязательно посмотреть. Посмотреть опять ли пыльная она или нет, да. Потому что иногда даже пыльные карточки лучше брать, потому что вы знаете, что с ними ничего не делали, и может быть она просто пыльная, так и лежала в компьютере, и он ее достал и так далее, да. Вот это все, что можем мы определить по визуальному. Так, ну а что касается тестов. Самый лучший тест для карточек, это, ну, первое, начинаем с чего. То, если мы ее тестируем у продавца, то одно мы скачиваем фурмарк, потому что он скачивается очень быстро, и запускаем его, и смотрим. Во время фурмарка, чтобы не вылезла никакая, например, там, артефакт или что-то в этом роде. Запускаем, например, фурмарк, и что мы видим? Он будет тестировать только ту карточку, ребята, которую подключена к монитору. Другие карточки будут оставаться в идеале. Что мы делаем дальше? Заходим в Afterburner и сбрасываем все настройки этих карт на ноль, чтобы не было бы у нас никакого разгона бы на этих карточках, да. Например, вот, которая карта это у нас. Если я не ошибаюсь, это вот эта карта у нас. И на ней я, например, вот сброшу вот так все вот это. Пусть будет на автокулеры. Здесь Memory Clock пусть будет ноль, и здесь пусть будет ноль, да. Ноль и ноль. Здесь пусть будет она, пусть Power Limit у нее будет 100. Придадим ей это, и запускаем фурмарк. Go GPU Stress Test. И что? Вот он пошел у нас фурмарк, и на что мы тут обращаем внимание, да. То, что вот температура пошла вверх, и смотрим, до скольки прогревается карта. И если, например, у нас будет какой-то артефакт, то он здесь выскочит, потому что фурмарк хорошо жарит так карточки. Вот сейчас посмотрим. Запускаем его хотя бы на 10 минут, чтобы он работал бы, да, и под конец видео я вам еще покажу, что это и как там будет видно, да. Что еще? Кроме фурмарка можно запустить, например, 3DMark. 3DMark тоже можно запускать, потому что, ну, это все-таки тест видеокарточек, и там тоже надо следить, хорошенько так надо за всем этим следить, чтобы не выскочило никакого артефакта бы на этой карточке. После того, как мы принесли карточку домой, и у нас, например, есть один день на ее тестирование, что мы делаем? Запускаем все тесты, вот этот фурмарк, тот же 3DMark, запускаем сами дома. Потом запускаем ее в майнинге, да, и запускаем ее в майнинге, и смотрим, следим за этой карточкой. Потому что мы же ее покупаем для майнинга, запускаем ее и настраиваем так, как мы хотим, да. Настроим и запускаем, и смотрим, чтобы не вылезло ничего таком. Можно подключить к этой карточке, например, монитор, и когда мы подключим монитор, мы увидим в майнинге, если там появятся какие-то артефакты, мы их сразу же увидим, да. Потому что майнинг нагружает не хуже, например, фурмарка в эту видеокарту. Это было все, ребята. Что я мог сказать вам насчет того, как выбрать карточку. Если вы знаете лучший способ, как тестировать БУ карточки, да, то пишите их внизу в комментариях, ребята. Вот фурмарк, у нас линия выпрямилась на этой карточке, и она показывает 48 градусов у нас, и никаких артефактов не вылазит. 48 градусов показывает только из-за того, что карточка у нас 1050 Ti, и она двухкулеровая версия Zotac, и Zotac и вот эта версия, они очень холодные. На этом было все, ребята. Выбираем карточки с умом, всегда смотрим, всегда на них смотрим. И что еще я могу сказать вам? Пишите в комментариях, как вы выбираете карты, и еще подписываемся на мой канал, ставим лайки. И с вами был Леван Беручешвили. До скорых встреч, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok